Здравствуйте, дорогие друзья! Выпуск у меня был про панкреатит. Пожалуйста, посмотрите. Сейчас я вам расскажу коротко про сочетание диабета и панкреатита. Во-первых, при втором диабете панкреатит является, соответственно, у нас причиной того, что появился диабет, как правило. Значит, все, что нужно знать о коротко, о патогенезе, причинах и так далее, панкреатита, я писал видео про панкреатит. Здесь о том, как важно соблюдать питание, если у вас панкреатит и диабет. Здесь мы хотим дать отдохнуть поджелудочную. И здесь гораздо важнее освободить поджелудочную вообще от каких-либо углеводов. И питание здесь безумно важно, то, которое назначит вам врач. Как правило, оно более низкогликемическое, более строгое, с сочетанием с акцентом на лечение СИБРа идет и с акцентом на то, что мы разгружаем поджелудочную железу. Когда мы говорим о том, что у вас просто инсулинорезистентность, может быть, на фоне нарушения какого-то периода этого же питания и прочее, но панкреатита как такового нет или он не выражен практически, то, соответственно, здесь мы можем, пожалуйста, более обильно питаться углеводами в плане круп и так далее. Тогда как при панкреатите бывает то, что мы вынуждены очень сильно урезать жиры и практически отрезать углеводы, оставить только неусвояемые углеводы, то есть клетчатку. Вот. Это очень важно, потому что многие начитаются интернетом, кто-то боится отказываться от углеводов, говорят, как же мозг будет без глюкозы. Я всем объясняю, что в печени тонны этой глюкозы, и вы не умрете, если вы конфету, перестанете есть конфеты, перестанете есть сахар, перестанете есть сладкое. Это ни к чему хорошему не приводит, значит, особенно если у вас панкреатит. И особенно если у вас панкреатит, нужно грамотно составить противовоспалительное лечение, разгружая поджелудочную железу. Нужно исключить возможность патологического влияния, с одной стороны, на нее каких-либо препаратов, это может быть достаточно широкий спектр, при полиморбидности у пожилых это выражено. И, соответственно, нужно с другой стороны очертить вот этот момент, что мы должны дать поджелудочной железе максимально отдохнуть. И этот отдых, он будет заключаться в не только диет-терапии, но и, не хочу вам говорить, даже какие-то конкретные препараты, но назовем их так, гипогликолитические препараты. То есть препараты, снижающие уровень глюкозы в крови, будет сиесть, будет хорошо. И, соответственно, препараты, нормализующие уровень инсулина. Вот так вот сформулируем эти вещи. Также возможно, невозможно, а необходимо применение широкого спектра БАДов, препаратов, направленных на нормализацию возможного токсического воздействия патогенных процессов, происходящих в вашей поджелудочной железе, потому что панкреатит, он все-таки ассоциирован с интоксикациями, с ростом эндотоксина. Эндотоксин можно посмотреть отдельным анализом или в сумме анализов ХМС по ОСИПу, хромомасспектрометрии. Но при хромомасспектрометрии, конечно, мы более точно можем выявить количество эндотоксина. Вот такие дела, друзья. Поэтому панкреатит, который соединен вместе с диабетом второго типа, это отягощенный течение диабета. Это всегда риск, соответственно, если это уже выраженные острые панкреатиты, это риск не только второго, но и, возможно, первого. Вообще гибели поджелудочной, гибели клеток Лангенгарса. Вот, соответственно, здесь нужно очень-очень аккуратно с поджелудочной железой. И антитела. Антитела к различным клеткам поджелудочной железы. Все это проздать. Ну, как-нибудь я уже говорил, что это вот про антитела, это такая сложная тема. Мы ее затронем. Если эти выпуски будут как-то более-менее набирать просмотров, мы к этому вернемся. Там не так, благо, много нужно обсуждать. Опять же, интерпретирует все равно количество антитела и подход к них к снижению. И реакция аутоиммунного спектра все равно корректирует врач. Поэтому вам нужно не столько беспокоиться за уже более углубленное лечение, сколько следить. И это такой маркер, панкреатит вместе с диабетом, чтобы более внимательно следить за течением вашего, соответственно, диабета, пока этот диагноз не отменится. Напомню, что диабет второго типа даже при панкреатите обратим. И если вам кто-то говорит, что необратим, это утонница возникает. Возможно, кто-то кого-то не так понял, у нас необратим только первый диабет. Второй диабет можно обратить в современном мире. Сие есть абсолютный научный факт советского времени, известный. Даже в то время умудрялись уже обращать вторые диабеты. Значит, дорогие друзья, задавайте ваши вопросы в комментариях. Тема диабета достаточно широкая, тема панкреатита безумно еще шире, наверное, чем диабета. И еще подведу такую черту. Не забываем про метаболический синдром. В первую очередь мы используем этот термин, когда видим нарушение липидного баланса, баланса липопротеидов высокой и низкой плотности, возможен рост триглицеридов. Это безумно для нас важно. Это история про сосуды, про артеросклероз, про бляшки. И, соответственно, метаболический синдром, он всегда, как правило, есть при диабете и панкреатите. А уж если у вас, а у большинства людей находят это, соответственно, всякие липидные включения в печени находят, да, допустим, или перегибы желчных протоков, все это усугубляет течение заболеваний, превращает в комплекс нарушения уже внутренних органов, а это у многих на УЗИ находится, достаточно сделать УЗИ-брюшную полость. А если вы знаете, что у вас панкреатит, скорее всего, вам сделали МРТ или УЗИ-брюшную полость, я, конечно, люблю МРТ больше. Потому что позволяет дифференцировать лучше различные изменения на ранних этапах их развития, исключить онкологические события. Так что МРТ – это хорошо в целом. И, соответственно, таким образом получается, что вы должны внимательно-внимательно, во-первых, концентрироваться на назначениях врача, во-вторых, каждые 3-4 месяца, повторюсь, делать МРТ, писать мне комментарии, конечно же, задавать ваши вопросы. Да, ну, наверное, и все. Все я проговорил, что хотел. Остальное давайте по факту дальше развивать, обсуждать, потому что тема метаболического синдрома, она очень комплексная. Слово «метаболический» подразумевает в себе практически весь метаболизм. Это такое широкое понятие. И туда включены множество-множество различных процессов. Поэтому давайте с вами потихонечку двигаться в сторону изучения своего заболевания и в сторону не только его изучения, но и излечения. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова